В ходе визита Артём Хохорин побывал в Центре психологической поддержки молодёжи «НУР». Наши результаты, на которые мы делаем акцент, то есть ребята, проходя диагностику, мы определяем по классу. Диагностика личности и психологические практики. Что ещё показали гостю? Напоминание о пешеходах. Горожане заметили новые секции на светофорах. Зачем и для чего они нужны? Видимо, для невнимательных водителей, которые не знают, что при полуару направо надо искать пешеходы. А заметили ли водители? 8 новых устройств появилось на альмитерских дорогах. Эксперимент продолжается. Лишился работы и стал садоводом. В домашней оранжерея Лениногорца к концу зимы уже зацветут цветы. Любое растение – это живой материал. Она всё равно и живёт, дышит. Растит цветы, когда за окном минусовая температура. Секреты цветочного увлечения жителей Лениногорска. То вверх, то вниз. О них вспоминают, когда застревают в лифте. Застревание у нас. Шевченко, 142, 4-й. Лифты бывают разные. Истории о том, как пришли в профессию, тоже. Съёмочная группа на встрече с механиками, диспетчерами и административным персоналом. Здравствуйте. Время новостей на телеканале ЮВТ-24. О самом важном и интересном расскажем прямо сейчас в студии Екатерина Машенцева. Сегодня с рабочим визитом Альметьевск посетил министр внутренних дел по республике Татарстан Артём Хохорин. Генерал-лейтенант полиции представил личному составу отдела внутренних дел по Альметьевскому району нового руководителя. Им назначен полковник полиции Алим Атакулов. Ранее он занимал должность начальника ОМВД России по Лениногорскому району. Далее Артём Хохорин вместе с главой района Тимуром Нагумановым посетил Центр психологической поддержки молодёжи НУР. Гостю показали, как с помощью биометрической системы и компьютерной программы проходит диагностика личности. Наши результаты, на которые мы делаем акцент, то есть ребята, проходя диагностику, мы определяем по классу. Но у нас, соответственно, по этим результатам абсолютно, скажем так, нормальный и буллинг пока ещё не в детстве, слава богу, не подтвердился. Также продемонстрировали работу специалистов с детьми младшего возраста. Показали комнату эмоций, открытую гостиную, в которой проходит практика формулы счастья. Собственная методика Центра психологической поддержки. Идите, и пусть вам помогут ноги. То есть нужны какие-то действия для того, чтобы стать счастливым. Три человека пострадали в результате ДТП в Бугульминском районе. Авария произошла накануне на 341-м километре трассы Р-239. По информации очевидцев, на дороге столкнулись «Газель» и «Хёндай». От удара грузовой автомобиль опрокинулся на бок и вылетел с дороги. А легковой остался без капота. В результате происшествия в больницу с различными травмами были доставлены три пассажира иномарки. Новые светофоры появились в Альметьевске под конец 2022 года. Дополнительная так называемая пешеходная секция опозначена белым светом. Этот сигнал призван напомнить водителям, что при повороте они должны пропустить пешехода. Теперь таких устройств в городе 8. Эксперимент зарекомендовал себя в Москве. И к 1 марта должен будет распространиться по всей стране. Вы уже успели заметить на перекрестках города светофоры с белым сигналом пешеходные? Еще два месяца назад. Первые несколько светофоров с новой секцией появились в конце ноября 2022 года. К концу декабря их стало 8. Белые человечки, как окрестили их участники движения, должны напомнить водителям о том, что по дорогам города передвигаются не только машины. Как вы считаете, для чего вообще они нужны? Видимо, для невнимательных водителей, которые не знают, что при повороте направо надо искать пешеходы. Главный показатель любого схематичного изображения – его читаемость и понятность. Автомобилисты намек поняли. Это искусственная световая секция с белым человеком. Первые были установлены в городе Москве, показались себе с хорошей стороны. Устанавливается для чего? Чтобы водитель заранее был информирован, что когда повернул налево или повернул направо, что там пешеходная дорога. Наезды на пешеходов из года в год занимают второе место по травматичности. Наконец, с 2022 в 42 ДТП пострадало 42 человека и двое погибли. Как вы считаете, некоторым водителям нужны дополнительные напоминания о пешеходах? Ну, мне кажется, да. Просто бывают отлетаются. И если водители успели заметить новые светофоры, то пешеходы нет. Особенно те, чей путь проходит по нерегулируемым пешеходным переходам. Вот меня на Гагарина недавно женщина чуть не сбила утром. А там нерегулируемый пешеходный переход? Нерегулируемый. Я остановилась, а она потом резко поехала. Хотя она меня видела, тоже остановилась и поехала потом. Поэтому будет не лишним. О пешеходах пока напоминают лишь светофоры, которые указывают на регулируемые переходы. Где приоритеты движения и так расставлены техникой. Будут ли белые человечки еще и на бесконтрольных зебрах? Узнаем ближе к весне. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Состояние дорог и высокая стоимость услуг такси. На сходе граждан в селе Удмуртский Ташлы Бавлинского района жители смогли высказать свои проблемы руководству, а также обсудить планы на будущее. Выслушала их и съемочная группа. Дороги плачевные, асфальта нет. Это чисто кое-где ребенка. Это центральная улица Ленина. Николай Ермолаев – глава сельского поселения, коренной житель этих краев. Судьба села ему не безразлична. Вопрос по благоустройству села и отсыпке дорог он поднял и на сходе граждан. И по улице Энекрасова, и по улице Куйбышева, и ямочный ремонт по улице Ленина. Надеюсь, в этом году это мы общими силами сделаем. Представитель руководства района отметили, что такие вопросы можно решить и благодаря программе самообложения. В качестве примера привели деревню Уба. Почти 100% жителей этой деревни сдают на самообложение. Этой суммой они и кладбище отремонтировали, и дороги отсыпали, и освещение сделали. Конечно, это не за один год. К слову, деньги нужны не только, чтобы дороги отремонтировать, но и чтобы по ним ездить, а именно на такси. С вопросом о стоимости услуг такси на сход пришла жительница села Екатерина Заяц. Редко ходят автобусы, нам приходится пользоваться такси. Такси, когда еще только начинали возить сюда, было где-то 100 рублей, 150. До Октябрьской едешь из Бавлов 500, а до Утошлов расстояние на порядок меньше, и дорога ничуть не хуже, чем в Октябрьской. Мы платим 400. Руководство района сообщило, что расценки на такси устанавливают владельцы перевозок частной организации, согласно конкуренции на рынке. Их не тарифы, никто не регламентирует. Тот же самый предприниматель захотел 200 рублей взял, захотел 500 рублей взял. Мы в редакции решили сами проверить стоимость на услуги такси из Удмуртских Ташлов до Бавлов и обратно. Такси, здравствуйте. Обратившись к нескольким такси, мы услышали одну и ту же стоимость поездки из села в город – 400 рублей. В ночное время – наценка. Возможно, в целях экономии сельчанам придется пользоваться общественным транспортом. Евгения Ливанова, Влад Минязов, Новости Юго-Востока. Записаться на прием в отделение Росреестра, не выходя из дома, теперь могут жители всех районов республики. Чтобы воспользоваться виртуальной записью, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг РТ, зайти в раздел «Услуги для граждан или бизнеса» и далее выбрать нужную услугу – ближайший отдел и удобное время. На сайте Росреестра, адрес которого вы видите на экране, можно ознакомиться с графиком приема. Те, кому нужно просто спросить, могут не приходить в отделение лично. Заработала платформа обратной связи, которая позволяет быстро связаться с необходимым ведомством и получить ответ. Также работает круглосуточная горячая линия. Ее номер вы видите на экране. Хотите не только смотреть новости по телевизору, но и читать и в газете? Это возможно с подпиской на «Знамя труда» и «Эльмета Нары». Оформить ее можно с любого месяца в почтовом отделении, на сайте Почты России или через портал госуслуг. Действует и редакционная подписка по выгодной цене. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок – 44 05 88. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь с редакцией стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку сможете на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Медики сравнивают тюбинки с автомобилем без тормозов. Как кататься и тормозить на ватрушке безопасно. Лишился работы и стал садоводом. В домашней оранжерее линогорца к концу зимы уже зацветут цветы. Он выращивает их, когда за окном минусовая температура. Секреты цветочного увлечения жителей Линогорска. Катание на ватрушках – одна из популярных зимних забав линогорцев. С точки зрения медиков, это опасное развлечение. В последнее время участились случаи серьезных травм при катании на тюбинге. Как не отправиться на больничную койку со снежной горки, расскажет Наталья Лакомкина. Дамир Деникаев выходит гулять во двор почти каждый день. Школьник любит покататься с друзьями на ватрушке. По личному опыту подросток советует другим, как не покалечиться на горке. Нельзя кататься друг за другом. Надо ждать, чтобы кто-то скатился и успел, если что, отойти. Когда ты скатился, нужно сразу убегать, чтобы тебя не придавили. И всегда быть на готове, чтобы, если что, спрыгнуть. Этим правилом Дамира научила мама. Она много раз слышала о том, как травмируются на ватрушках. Своим детям также я предупреждаю, чтобы они себя очень осторожно вели на горках, не толкались. Если даже вдруг впереди препятствие какое-либо, я предлагаю детям просто выпрыгнуть заранее, чтобы не было травм. Это небольшая горка во дворе домов по улицам Толстого и Садриева. Излюбленное место местных девчонок и мальчишек. Катаются здесь и на ватрушках, и на снегокатах, и на ледянках. Бывали, конечно, случаи, что не только с этих тюбингов падали, но и, допустим, со снегокатов. Они тоже достаточно опасны, я считаю. Наверное, самые безопасные были наши ледянки в детстве. Поэтому это зависит от детей, конечно, и родителей, чтобы не забывали за ними следить. В декабре и в январе в Лениногорске произошло больше десятка случаев, когда, катаясь на ватрушках, травмы получали и дети, и взрослые. Чаще всего страдает голова. В числе серьезных увечий также переломы ноги и позвоночника. Медики считают, что это связано с несоблюдением правил катания на тюбинге. Возможностей для маневра на ватрушке практически нет. Из-за круглой формы ей сложно управлять. Это практически автомобиль без тормозов. То есть, это практически он развивает скорость, как мы сказали, до 50 км в час. И неизвестно, что будет его ожидать внизу. Самое главное еще то, что существует элемент вращения. Он не видит, куда он может из тюбинга приехать. Поэтому, естественно, элемент подкидывания и выбрасывания из тюбинга очень нравительный. Но при всей опасности, которую несет в себе тюбинг, кататься на нем можно, соблюдая технику безопасности и в специально предназначенных местах. Лучше с небольших горок. Нельзя садиться на ватрушку по несколько человек. Надо убедиться, что нет кочек, острых выступающих из-под снега предметов и препятствий к конце пути. Тормозить тюбинг рекомендуется не ногами и руками, а опрокинув на бок. Наталья Лакомкина, Николай Орехов. Новости Юго-Востока. Работники лифтового хозяйства сегодня отмечают профессиональный праздник. В Альмитиске обслуживанием лифтов занимаются четыре организации. Всего около сотни человек. Это механики, диспетчеры, административный персонал. О том, как проходит рабочий день лифтера, расскажем в следующем сюжете. Вот один лифт, второй и третий. Вот мы видим сейчас в одном из лифтов человек приехал, выходит. Здесь все, он поехал наверх. То есть вот динамика и диспетчеризация нам, конечно, очень здорово помогает. Марина Якупова за пультом диспетчера уже шесть лет. При том, что в организации она инженер-сметчик. В день на нее приходится до 12 вызовов, то есть половина от всех. Говорит, что теперь случаев хулиганства не так много, как раньше. А проблемные районы – это те, где в дома установлены старые лифты. Чем старше лифт, то бишь дом, тем больше оттуда заявок приходит. И причем они старые. Они вот есть релейные. Есть у нас Ленина 106, по-моему, если я не ошибаюсь, 108 под замену. Вот в этом году они идут. Ну да, конечно, вот оттуда больше приходят заявок. Сейчас в городе 4 организации, которые занимаются обслуживанием лифтов в многоквартирных домах. И сегодня все они отмечают свой профессиональный праздник. Отрасль последние несколько лет сталкивается с рядом проблем. И ложные вызовы – не самое значимое из них. Кадровый дефицит. Вроде как бы все работы ищут, найти не могут. А мы ищем работников, не можем найти. То есть обучение электромехаников по лифтам прекратилось еще при Советском Союзе практически. Как развалился, так все учебные комбинаты развалились. Сейчас дорабатывают ресурсы те, кто одни из последних обучались. Выходят из положения, набирая из смежных отраслей – электриков и киповцев. Но хороших специалистов трудно, а порой и невозможно переманить из других организаций. Алло, Женя, застревание у нас. Шевченко, 142, 4-й. А после этих слов ремонтная бригада едет на вызов. Но вызов, как оказалось, ложный. Бывает такое, что люди, чтобы быстрее лифт запустили, ложно говорят, что застряли люди, чтобы быстрее аварийная служба приехала. Потому что если человек застрял в лифте, аварийная служба должна отреагировать в течение получаса. А если в лифте есть какая-то поломка, то на его починку дается час. Оказавшись на месте, специалисты не уходят сразу. Каждый визит – лишний повод провести плановый обход. Сначала они поднимаются в машинное отделение, проверяют напряжение в сети. Потом, удостоверившись, что все в порядке, один из механиков спускается на последний этаж отрегулировать датчик открывания кабины. А что вас вообще привело на эту работу? Привело. Не знаю, больше, наверное, общения с людьми. Ну и электроника. Евгений Логинов в лифтовом деле уже 10 лет. По первому образованию он сварщик. Окончил Аметьевский профессиональный колледж. Или 65-е профучилище, если по-старому. Пришел с армии, меня товарищ пригласил на работу по монтажу лифтов. Не обслуживание, а монтаж лифтов в новых домах сварщиком. И постепенно я вот варил лифты. И постепенно обучался, хватало других своих коллег. А потом, когда электрика и электроника затянули его, нужно было осваивать отрасль сначала в кадровом центре, потом закреплять каждый день в работе. Механики закончили с вызовом и могут вернуться в контору. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником. И хочу пожелать удачи тем, кто будет дежурить в этот день. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Житель Ильногорска выращивает цветы зимой. Теплицу, в которой сейчас около 20 сортов растений, построил Марат Ахмедзянов. С зимы до весны он, не покладая рук, заботится о домашней оранжереи. С цветоводом встретилась съемочная группа. Сейчас пустили корни. И вот уже два месяца. И через месяц они уже цветут. Уже будут большие хвосты. Петуньи, бархатцы, розы, гортензии. Экскурсию для съемочной группы проводит Марат Ахмедзянов. Свой цветочный бизнес он начал 10 лет назад, когда остался без работы. В прошлом году Марат выиграл грант для самозанятых в сумме 150 тысяч рублей. На 25 квадратных метрах в отапливаемой теплице сейчас более 20 видов цветов. Их Марат Ахмедзянов выращивает в горшках и пластмассовых лотках. Использует профессиональные семена, торф, удобрения и грунт. Пробовал сажать в обычную землю. Но от этой идеи отказался. Много проблем. До санкций семена заказывал за рубежом. Заказывали и со Швеции, и с Голландии. Но в современном мире, конечно, немножко с поставками сейчас похуже стало. Потому что Голландия и Швеция нам закрыли поставки. Но пока работаем с тем, что есть. Сезон рассады начинается в декабре. Первыми Марат посадил эустомы. Это маленькие кустарники с цветками, похожими на розу. А еще фиалки. Этим растениям нужно много времени для созревания, чтобы они радовали в июне и в июле. Выращивать рассаду, когда за окном минус, непросто. В теплице нужно поддерживать правильный температурный режим, необходимые освещение и влажность. В январе цветовод столкнулся с трудностями. Аномальные морозы поставили урожай под угрозу. Некоторые сортовые цветы наши пострадали, их немножко холода побили. Но куда деваться, это естественный процесс. Цветы и любое растение – это живой материал. Она все равно и живет, дышит, заболевает. И иногда некоторые мы их просто умираем, мы их теряем. Каждый цветок для Марата любимый. Но больше всего нравится герань, потому что растение не капризное. Его здесь около 40 сортов. Самая трудная работа предстоит впереди. С февраля по июнь Марат в теплице задерживается допоздна. Поливает, удобряет растение, избавляется от сорняков. Ближе к лету цветы окрепнут и будут готовы к высадке в открытый грунт. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. В Альметьевске 11 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023». Соревнования пройдут на территории экстрим-парка, напротив – водохранилища. Спортсменов ожидает специальная трасса длиной 2,5 километра. Забеги начнутся с 10 часов. Массовый старт запланирован на 12 часов. Приглашаются все желающие, у кого нет противопоказаний к занятиям лыжами. Для всех участников забегов предусмотрена полевая кухня и точки питания, концертная и развлекательная программы. Также состоится розыгрыш призов. Участниками могут стать граждане от 14 лет. Собой нужен паспорт. Главный приз – смартфон. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт almetis.ru.ru Интересно получать информацию в удобном формате? Для вас работает наш телеграм-канал, где вы можете поделиться вашими новостями, задать вопрос или оставить комментарий. UVT24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. На этом у меня все. Берегите себя и до встречи в эфире.